Здравствуйте, друзья! В нашей серии «День Благодарения» и «Советские хохмачки» нам Гарик расскажет хохмачку. Ну, это не хохмачка, это чистая правда. Я, когда был совсем молодой, работал в Московском театре «Кукол». Образцово. Нет, нет, нет. В Москве было три театра. Образцово первый, второй Московский театр «Кукол» и третий областной театр «Кукол». Я работал во втором. Это назывался Московский театр «Кукол». Находился он на Спартаковской улице, рядом с метро «Баумская». Да, это прекрасно. Напротив был ресторан «Восход». Ну, театр я лучше знаю, чем ресторан. Да. Дело в том, что я как раз учился на вечернем и ходил в Месси по улице… Да, там рядом. Там рядом. Правильно. Так вот, суть в том, что в театре я работал инженером по технике безопасности и записывал работников в журнал по технике безопасности, чтобы они соблюдали технику безопасности. Соблюдали? Вся работа, ничего никто не соблюдал, все как водку пили, так и пили, но не суть. Был там главный режиссер театра Гамсахурди Арсентий Александрович. Не родственник того Гамсахурди? Это Гамсахурди, оказывается, это клан такой. И там и писатели были, и президенты, и режиссеры. Разный народ. Мне тогда было 18 лет, а этому Гамсахурди, красавец грузин такой. А ему было лет 35, молодой мужик. И вот, значит, мы с ним подружились. Он сказал, что я похож на Скопена, и решили с моей рожей делать маску и потом вылить куклу. Почему-то так, я не знаю, может быть, грузинских таких. Издевался гад. Издевался гад. Но, вот это дал один повод подружиться. И вот мы с ним как бы дружим и стали ходить в ресторан. Он угощал, как темпераментный грузин. Я сидел, скромный юноша, смотрел на него, и он был для меня кумиром. Однажды прихожу в театр, полно народу. Что происходит? Оказывается, ему дали разрешение создать в театре театральную студию. То есть, как бы театру дали право двухлетнего обучения, чтобы люди получали средне-техническое театральное образование. Не высшее, а средне-специальное. Средне-специальное. Ну и там приходит набор, там, значит, комиссия. Мне нравится. Я, значит, это самое, к картинке прихожу, говорю, слушай, как бы там, там такие девочки, так интересно. Ты меня в комиссию-то пристроил. Слушай, я тебе могу дать только совещательный голос. Ты не будешь ничего говорить, просто будешь говорить нравится, не нравится. Мы будем смотреть на тебя, мнение наше, наше, не твое. Ну ладно, посижу в комиссии, там посмотрю. А что, тебе лишь бы девки симпатичны? А лишь бы девки симпатичны. А девки такие. Конкурс был, наверное, человек сорок на место. Огромное количество девчонок и мальчишек. И вот сижу я в комиссии, совещаясь с совещателем голоса, смотрю, любуюсь. И вот рассказываю случай, который случился при мне. Был свидетелем. Вышел мужик, рассказал какое-то стихотворение, какую-то басню. Гомсахурде вроде он понравился. Он говорит, слушай, а вот я сейчас положу на стол часы. Если ты часы эти украдешь, и я не увижу, я тебя возьму. Можешь это сделать? Парень так покраснел, он такой был блондин, наш весь такой стал пунцовый. Подходит так к столу, говорит, я комсомолец, да как же так? Как вы можете мне это предложить? Да я мечтал об этом, о театре, а вы такие вещи. Это не как-то... Короче, украл часы. Короче, так наклонился, наклонился, и на гомсаху не довалился, как бы через стол. Кто-то так отпрыгнул от него, а парень развернулся и ушел. Прошел метров 15, уже стал спускаться внизу. Слушай, а где часы? Он часы украл. Парня взяли на работу. Представляешь? Было при мне. Жалко, что тестеров так не нанимают. Они бы там не только часы, а могли бы много чего унести. Это было, знаешь, сколько лет назад? Нет. Я могу представить, когда тебе было 18. Да. Да, это... А еще там был случай. Да. Еще один был случай. Это уже он мне рассказал, когда мы с ним в ресторане сидели. Значит, было два тура. Первый тур – басня, стихотворение, там какой-нибудь песня. Второй тур – они делали этюды, которые им давали. Например, говорили женщине – ты мужчина, а мужчине говоришь – ты женщина, и попробуй объясниться в любви. То есть как-то очень было сложно это сделать. А третий тур был в кабинете в Громсахурдии. Туда допускали только уже которые, ну, готовые кандидаты. И вот, значит, я однажды с ним обедаю. Обычно мы выпивали с ним такой кувшинчик водочки. Графинчик, вернее. Выпили там по рюмочке. Я говорю, слушай, а вот тут главный случай был. Говорили, там какую-то девицу приезжал, она бедная вылетела в одном, в одной юбке. Он говорит, ничего так не было, я тебе расскажу, как было. Оказывается, у него такая была манера. Приходит к нему в кабинет девушка, он ей говорит – раздевайся. Она говорит – как вы можете, как вы смеете? Я, мол, ну все, уходи. Я же тебе не сказал – все снимай. Я сказал – сними кофточку. Почу-то испугался, как на сцене. Короче, ты не годишься. Однажды, то же самое идет этот самый тур, все сидят, вдруг из кабинета Гомсахурдия вылетает сам Гомсахурдия, совершенно офигевший. А за ним бежит девица в одной юбке с лифчиком в руках и кричит – куда ты, куда ты, куда ты? Народ не понял. Значит, все думали, что он там домогался, думали, что там что-то такое было некророшее. Оказывается, когда он ей сказал, что с ними и кофточку, она сорвала и кофточку, и лифчик, и прыгнул на него. А он испугался, что ему пришьют это самое, типа растление, убежал из кабинета. А у меня вот недавно, как же у нас не театр, но так, ближе к цирку, девушка приходит видео снимать, ну я студентка, и я говорю – вот присаживайтесь на этот стульчик. Она, знаешь, такие ласточки, она говорит – а раздеваться надо? Вот, вот и я про то же, помешать. А у вас актерки, понимаешь, и с ними такие проблемы. Вот надо было тебе, может быть, тебе и кроме тестеров еще готовить театральную студию. Вот надо в Лос-Анджелес переезжать. Ну, хорошо, Гарик, спасибо за театральные истории. Пожалуйста. Если что, там ты вспоминай, еще раз запишем. С удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!